Радио Крым Реалии Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и 18.30. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте Крым Реалии с 7 до 10 утра. Напоминаем вам, с 7 до 8.30 в эфире радио Крым Реалии, программа радио Свобода Ранкова. С 8.35 до 9.00 вы можете нас услышать как на радиочастотах, так и в интернете. А вот с 9 до 10.00 мы увлекаем вас за собой в интернет-сети и там можете продолжать смотреть наш расширенный эфир. Напоминаю, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Сегодня мы говорим о работе интернет-провайдеров в Крыму. После отключения в Украине российских социальных сетей блокировку зафиксировали и на полуострове. Как сейчас работают интернет-провайдеры в Крыму, какими будут последствия скандала, который разгорелся после того, как обнаружили, что достаточно большая часть трафика идет с материковой части Украины. Так называемый министр информационной политики Крыма Дмитрий Полонский уже заявил, что в Крыму отключен украинский трафик. Вот об этом все мы поговорим после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги. Доступ заблокирован по приказу президента Украины Петра Порошенко. Такое сообщение увидели жители аннексированного Крыма 31 мая при попытке зайти на российские сервисы Яндекс и Мейл.ру, а также в соцсети России. Доступа лишились крымчане, использующие услуги крымской компании, телекоммуникационные системы и провайдера воля. Блокировка российских сайтов была технической неисправностью. Так оправдал сбои подконтрольный Москве замминистра внутренней политики информации и связи полуострова Максим Яковлев. Он заявил, проблема заключается в том, что резервные линии интернет-связи идут через материковую Украину. Яковлев утверждает, что сайты оказались заблокированы из-за того, что в сегменте российского трафика возникла авария и сеть переключилась на украинские линии. Подконтрольные Кремлю власти Крыма после сбоя решили отказаться от украинского интернет-трафика. Об этом заявил российский министр внутренней политики информации и связи Крыма вице-премьер Дмитрий Полонский. Чиновник уточнил, что крымские провайдеры, которые использовали украинский трафик, уже переключились на российские сети, поэтому вопрос блокирования соцсетей снят. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц, в частности, сервисы Яндекс, соцсети ВКонтакте, Одноклассники. Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам. Валерия Максимова для Крым. Реалии. 100 слов по теме. Итак, это радио Крым. Реалии. Сергей Макрушин у микрофона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона у нас специально для крымчан, которые могут позвонить по нему абсолютно бесплатно и принять участие в нашем эфире. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем намерение фактической администрации Крыма отключить украинский интернет-трафик. Исполняющий обязанности руководителя подконтрольного Кремлю, Главного управления информатизации связи Севастополя Владимир Георгию, сообщил ТАСС, что сбой в работе крымского интернет-провайдера телесистемы произошел из-за предоставления абонентам трафика, который покупается на материковой части Украины. Исполняющий обязанности руководителя вот этого севастопольского ведомства добавил, что покупка украинского трафика не является нарушением и пояснил, что крымская компания телесистемы до аннексии Крыма входила в украинскую компанию «Воля», у которой в настоящее время приобретает часть трафика. Вот информацию, которую мы нашли по поводу провайдера «Воля», мы озвучим после того, как послушаем экспертов. Вот о том, как функционируют в Крыму украинские мощности, мы спросили российского аналитика в сфере коммуникационных услуг директора аналитического агентства «Точка отсчета» Михаила Климарева. Он говорит, что в Крыму интернет продолжает работать, украинский, и основной его поставщик — это как раз-таки провайдер «Воля». И этим он как раз и объясняет блокировку соцсетей. Мнение. Насколько я понял, проблема с доступом была у одного оператора, бывший оператор «Воля». Тут очень просто на самом деле. Это дочка украинского оператора, которая в связи со всеми этими событиями осталась в Крыму. У нее, видимо, достаточно большие вложения были. А насколько я знаю рынок интернет-провайдинга в Украине, это, по-моему, второй или третий оператор по величине и по количеству абонентов. Вот. Поэтому, ну да, вот у них было в Украине, они не могли там сразу как-то сделать, видимо, вывели это в отдельное юридическое лицо, там как-то его назвали так, очень незатейливо. Телесистема он называется. Вот. Но логотип у них вот эти вот такие, точно такие же, как и оператор «Воля». Ну, то есть логотип-то остался тот же. Ну, то есть, следовательно, я делаю вывод, что это тот же оператор. Вот. А дальше смотрите, как это все работает. То есть, бывает построена инфраструктура. Естественно, каналы передачи данных, они там шли наиболее оптимальным путем, но, видимо, через Перекоп, насколько я помню, географию Крыма. Вот. И, ну, собственно, вот они, эти каналы-то как бы остались. Их же никто не разбирал, никто не снимал, запрещения не было, инвестиции сделаны. Это большие достаточно деньги, поэтому, ну, что тут сказать-то как бы. Вот. Каналы передачи есть. Они все идут в Киев. Ну, там, на ваш этот интернет-эксчендж. Ну, точнее, они как бы встраиваются в инфраструктуру воли, да, ну, то есть, вот, украинского оператора. Вот. Ну, вот, собственно, с этим все и связано. То есть, у них, по их законодательству, они обязаны были заблокировать. Это коммерческая организация, которая подчиняется законам той страны, на которой она работает. Украинская воля заблокировала, ну, в соответствии с указом, приказом президента. Мнение. Итак, это было мнение российского эксперта относительно того, как выглядит эта ситуация, когда 31 мая в Крыму были частично заблокированы социальные сети во исполнение указа президента Украины. Прослеживая то, как могла бы поставлять трафик в Крым компания воли, связанные с ней фирмы, мы вот какую информацию обнаружили. Ну, сначала начнем с информации, которую обнаружили наши коллеги. Издание «Экономичная правда» связалось 31 мая с поддержкой провайдера воля, где сообщили, что в Крым трафик поставляет компания «Телесвит» и назвали ее дочерней компанией. Ну, юридически это не совсем так, потому что учредители этой компании, они зарегистрированы на Кипре, и в том же офисе буквально на Кипре зарегистрирована московская фирма, которая доставляет этот трафик в Крыму конечному потребителю. Мы связались с компанией воля, попросили прокомментировать эту ситуацию. Они прислали ответ, который я зачитаю, наверное, полностью. Компания воля не ведет бизнес в Крыму. В 2014 году все телекоммуникационные активы были проданы обществу с ограниченной ответственностью телекоммуникационные системы. Сначала это общество использовало товарный знак воля, но в дальнейшем, как нам стало известно, самостоятельно зарегистрировало товарный знак, под которым предоставляют услуги сейчас. «Факт остается на стороне отдельного юридического лица российской компании телесистемы, так как компания воля не имеет своих магистральных каналов. Мы не предоставляем доступ и не имеем с обществом с ограниченной ответственностью телесистемы договорных отношений». Ну, в общем, здесь возразить нечего, но единственное, что нам ответили не совсем на те вопросы, на которые мы просили ответить. Тем не менее, мы открытое, самое открытое в мире радио, кроме того, что самое крымское, поэтому, если компания воля захочет уточнить свою позицию относительно той информации, которую мы озвучили, конечно же, мы ее примем и озвучим в нашем эфире. Кроме того, мы связались с Ассоциацией развития отрасли связей и телерадиовещания Крыма и расспросили о том, как построена сегодня система интернет-услуг. И вот, что нам рассказал президент Ассоциации Сергей Шила. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ Но отметим также, что тот факт, что через материковую часть Украины в Крым поставляется достаточно большая доля интернет-трафика это не было секретом. В частности, в середине мая российская газета, ее корреспондент Ольга Котенева, писали о том, что Ростелеком намерен все-таки исключить украинский трафик из крымского полуострова, заменить его российским, расширить эти мощности, которые переброшены через Керченский пролив. Так что, вероятно, что скандал этот с блокировкой соцсетей, он стал удобным поводом, чтобы объяснить крымчанам то, что происходит. Вернемся к экспертному мнению. Российский аналитик Михаил Климарев объяснил нам, что после запуска мощности из Краснодарского края в Крым, вероятно, была запущена лишь одна линия. Поэтому вот как раз-таки в Крыму не могли отказаться от украинского интернет-трафика и при сбое переключались как раз-таки на эти линии. Мнение. Даже если построили какие-то каналы именно там через Керченский пролив, то их, скорее всего, там не хватает. Это же надо ввести в эксплуатацию, поставить соответствующее оборудование. Там много всего. И оно вот по щелчку пальцев не строится. Поэтому там, скорее всего, у них не хватает. Но плюсом ко всему, еще и цена, скорее всего. То есть там, скорее всего, какие-то монопольные цены, потому что это единственный канал. А цены выше. Я думаю, что они выше раз в 10. Ну вот я предполагаю, опять же, я не могу утверждать, не знаю. Поэтому, естественно, они пользуются старой инфраструктурой, которую построили владельцем, которой они являются. Естественно, они в основной трафик гоняют по старой инфраструктуре. Новую подключили. Обычно оператор связи, хороший оператор связи, имеет так называемые ноги. Их должно быть больше одной точно. Ну, имеется в виду оплинк. Грубо говоря, к каждому хорошо организованному оператору связи должно подходить минимум два кабеля, которые подключают его к выше стоящим операторам связи. Это сделано для того, чтобы обеспечить стабильность интернета. Ну, то есть, если один падает по какой-то причине технической, ну, как правило, не знаю, там, пьяный тракторист перевезал кабель или оборудование вышло из строя, вот, то, ну, он резервируется, да, то есть, весь трафик переключается на второго. Москва не сразу строилась, да, там, нельзя сразу взять и построить что-то там. Оно там постепенно вводится в эксплуатацию, постепенно начинает использоваться, да. Вот, ну, 2 миллиона человек, это, там, порядка миллиона пользуются, ну, наверное, интернетом, да, телефони и так далее. Порядка миллиона, не меньше точно, интернетом пользуются. Ну, вот, представьте себе, вам нужно построить сети связи на миллион человек. Конечно, их всегда будет не хватать. Поэтому использовать старую инфраструктуру, которая построена была там за десятилетия до этого, ее правильно и нормально. Вот, а дальше, ну, вот эта штука произошла, они просто не успели переключить вот эти вот IP-адреса, вот эта адреса, ну, как бы заблокированные вещи в сети, там, не успели перестроить маршрутизацию на российские уже каналы, да, которые через Керчь проходят. Мнение. И давайте еще раз обратимся к экспертному мнению относительно того, как эта ситуация с трафиком выглядит. Эксперт, который уже звучал в нашем эфире, вот его мнение по этому поводу, президент Ассоциации развития отрасли связи и телерадиовещания Крыма Сергей Шило. ТОЧКА ЗРЕНИЯ Ну, вот, объяснение, может быть, здесь еще то, что некоторые IP-адреса у абонентов остались украинские, и поэтому по IP-адресам, скорее всего, что, может быть. Знаете, таких массового такого не было, это были единичные случаи, и операторы не имеют на это влияние. Операторы крымские покупают трафик в основном, ну, как, есть такое дерево, вы знаете, да, если я, например, идет несколько стволов крупных, а тихо расходится уже к более мелким деткам. Так, есть, у нас есть где-то порядка трех-четырех операторов крупных, которые берут большие объемы трафика, и потом их идут в трафик. Это у нас, скажем, Миранда Медиа, это Келком, Крым, 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 Юг. Эти организации являются поставщиками трафика уже покрытия. Они берут трафик, в основном берут трафик, конечно, на территории России, но трафик, который поступает в эту территорию, он использует как предпочек, как измерзно. Сейчас появится где-то поставщик трафика, смотрит река, и поддерживает этот трафик уже, я не знаю, что я не знаю, что я больно не страдал. Точка зрения. Итак, это радио Крымреалия. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам это. Напомню вам еще, что вы можете также принять участие в нашем разговоре по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут бесплатно позвонить по этому номеру и принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения на ту ситуацию, которую мы обсуждаем. Мы обсуждаем то, что произошло с частичной блокировкой социальных сетей в Крыму и заявлениями так называемого Дмитрия Аполлонского, так называемого министра информации Крыма, о том, что в Крыму заблокирован украинский трафик. Напомню еще, что жители материковой части Украины также могут присоединиться к нашему эфиру 044-490-2905. Вы слушаете Радио Крым Реалий. Совместный проект Радио Свобода и Первого канала Украинского радио. В продолжении эфира еще информация. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым выявили в Киеве механизм незаконной маршрутизации одним из провайдеров интернет-трафика в аннексированный Крым в интересах российских спецслужб. Как сообщает 1 июня пресс-служба СБУ, сегмент сети и телекоммуникационное оборудование провайдера владельцы передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила Федеральная служба безопасности России, которая установила на оборудование собственные технические спецсредства. Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе, отмечают украинские спецслужбы. Сотрудники СБУ также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в интернет получали ФСБ России в Крыму, воен-телеком России и крымские предприятия связи. Вот такая история. Я приветствую в нашем эфире исполняющую обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джипар. С Эмине мы поговорим о том, как же вот эта вся история, которая развивается буквально на наших глазах, еще не совсем понятно, чем она закончится, как же она может отразиться на коммуникации материковой части Украины с аннексированным Крымом. Эмине, доброе утро. Должна ли Украина сейчас вот как-то реагировать на ту ситуацию, которая происходит в Крыму, что в Крыму отсекают украинский трафик, каким-то образом продолжают вот изоляцию от материковой части страны? Ну, мне кажется, это на самом деле очень симметричные действия сейчас происходят, вполне непонятные для логики оккупанта, в принципе, учитывая, что сейчас идет информационная война, как по мне, это элементы информационной войны. И к этому украинскому обществу тоже нужно относиться, ну, с дороги понимания, наверное, потому что ожидать от оккупанта сегодня соблюдения норм, правил этики в принципе не стоит. Но когда идет оккупация территории, вместе с ним оккупируют вышки телевизионные, инфраструктурные объекты, вместе с ним оккупируют наши частоты, на которых они вещают свой пропагандистский контент, то в принципе все остальное и уже регуляция интернета, это лишь только вопрос времени для них. Как по мне, наверняка, желание оккупационной власти, желание Крымля сегодня максимально изолировать Крым от мира, потому что идузии о том, что сегодня для Крыма, наверное, никого не осталось, это милитализованная зона, это по себе серая зона, без возможности людей к сопротивлению, полное зомбирование, полная пропаганда. Единственное, что здесь спутник, и по нашим оценкам, около 70% граждан Украины в Крыму имеют доступ потенциально к спутнику украинским СМИ. И по моей информации, достаточно большое количество идей смотрят украинские СМИ, что тоже есть таким актом ненасильственного сопротивления с оккупацией. Вот говоря о том, что Крым все плотнее, наверное, накрывается каким-то информационным колпаком, не будем забывать о том, что в Крыму преследуют журналистов, которые имеют какое-то независимое от оккупационных властей мнение, мы знаем, что в Крыму давно блокируют интернет-ресурсы, в частности, и сайт Крымреали тоже частично блокируется в Крыму. Является ли вот эта ситуация каким-то новым вызовом для Министерства информационной политики? Возможно, стоит как-то перераспределить свои усилия по другим каналам связи, либо все-таки не получится каким-то образом в интернете заблокировать крымчан от материковой части Украины. Насколько вообще запрет эффективен? Я только что, наверное, обозначила, что все-таки есть спутник, есть интернет, технически, есть способы обхождения в интернете, то есть технически заблокировать на 100% даже доступ к сайтам украинским невозможно. И тот, кто ищет, тот найдет, и способы обхода точно так же находятся. Если брать каналам связи, конечно, нами Министерство информационной политики осуществляется несколько напрямок на направлении действий и активностей. Мы сейчас, кстати, разрабатываем, и она у нас уже закончила, работу закончили над разработкой стратегии информационной реинтеграции Крыма. Мы ее согласовали со всеми, наверное, участниками журналистской среды и медиа средой, и правозащитниками, жительцам констатарского народа на этапе оговорения этого документа, и мы будем выносить этот документ в всем скором будущем на утверждение Крыма. Вот этот документ, он должен для нас стать таким фундаментом реализации политики в отношении Крыма. То есть это уже не просто какие-то хаотические действия коммуникационные кампании, которые мы уже, собственно, два года проводим в отношении Крыма, а таким вот фундаментом системной, понятной, прозрачной для общества работы. И, конечно же, одно из направлений, которое мы выписываем в стратегии, это восстановление вещания. Это непростой вопрос. Это вопрос, на самом деле, подважения политики и вообще политической воли. Это вопрос инфраструктурный. Это выучки, это передатики. И есть момент, что частотный ресурс аналогов на вещания достаточно ограничен. То есть мы даже в других ресурсах не сможем поставить высших миллион передатчиков, даже если вы очень не хотели, потому что частотный ресурс ограничен, частотный ресурс. Поэтому это вот сейчас на Чунгаре появилось, потом будет нарощена еще одна вышка на кордоне с Крымом. И вот уже производится радиовещание. Планирует цифровое вещание на Крым, которое, по нашим оценкам, 60-15 километров будет покрывать территорию Крыма. Сегодня, в принципе, многие эксперты отмечают, что, потому что это очень огромный ресурс финансовый, в первую очередь, вышки и передатчики, а, соответственно, поддерживать обещание на Крым, это тоже коммерчески невыгодно для очень многих СМИ, поэтому туда мало кто пытается зайти. Это все, по многим оценкам экспертов, не очень эффективно. Поэтому сегодня, мне кажется, что, учитывая, что мы все-таки движемся в интернет будущее, в будущее спутника, есть понимание, что стоит развивать вот эти. То есть, мне кажется, что украинские, они также очень важно вкладывать в качество контента, потому что это важно. И, знаете, вот опять-таки, возвращаясь к этой цифре, 70% крымчан имеют доступ к украинскому СМИ. А вот этот вопрос, смотрят ли они эти украинские СМИ, и как много людей смотрят в украинские СМИ. И это уже вопрос в качество картинки. А есть ли способ как-то замерить? Есть ли вот цифры по аудитории? Извините, если что? Есть ли способ замерить аудиторию украинских СМИ в Крыму, либо пока этот инструмент не доступен? На самом деле, мы планируем подобную работу. Какие-то у нас цифры есть, это точно поверхностные, но учитывая, что в Крыму сегодня, по нашему пониманию, любая социология, она, ну, собственно, не то чтобы невозможна, но сложна, проводима, особенно касательно Украины, учитывая фактор страха. Тогда, когда у нас в Крыму по факту уже где-то физические расправы, преследования, пропажи людей, похищения, когда уже, собственно, любое упоминание Украины, украинского, является для людей и токсичным с точки зрения понимания, что риск для них, да, вот эта социология может не работать. Да, понятно, спасибо. У нас, к сожалению, закончилось время нашего блока. Я напоминаю, что с нами на связи была Эмин Эджипар, исполняющая обязанности министра информационной политики. Говорили мы о блокировании украинского трафика в Крыму. Сейчас мы перемещаем наше вещание окончательно в интернет. О том, как обходить блокировки, кстати, читайте на сайте Крымреалии. У нас есть инструкции, ищите и найдете. А я к вам вернусь после блока новостей. Редактор субтитров А.Семкин